Добрый вечер! Мы начинаем поэстические чтения на Новой Голландии. Новая Голландия — это остров в Санкт-Петербурге. 300 лет он был недоступен невоенным. И вот через 300 лет его открыли, и это становится таким общественным пространством, где проходят первые чтения. У нас, к сожалению, очень мало времени, полтора часа и 12 выступающих, поэтому мы постараемся говорить очень коротко и сильно много не рассказывать. Мы к поэтическим чтениям, которые прошли вчера и позавчера на Новой Голландии, выпустили вот такой вот альбонах. Он включает 12 авторов, которые принимали участие в чтениях. Здесь по 800 строк каждого автора, то есть они представлены в довольно-таки большом объеме, поэтому он получился такой толстый. Плюс вводные статьи. Чтения состоялись из двух панелей. Одна называлась «Поэтика означаемого», а вторая «Диалоги». «Поэтика означаемого» была как бы больше о поэзии, которая пытается писать за пределами словаря, а «Поэтика диалоги», а панель «Диалоги», она, вот, куратор этой панели, он расскажет об этом чуть позже, заменив меня. И я хочу предоставить слово первому Ивану Жданову. Это очень известный поэт. В 1982 году вышедшая его книга без единого упоминания партии Ленина и Родины, вышедшая бешеным тиражом по нынешним временам, была раскуплена в два дня, переведена на многие языки. Это одна из наиболее интересных поэтик не только последнего времени, но и во всей русской поэзии. И я попрошу Ваню выйти и почитать стихи. Спасибо. По поводу Дон Кихота. Прощай, Идальга Ламаханский, Отбой победе, На голове твоя лоханка Из Божьей меди. Одной из ног Левее правой Неравным шагом Ты по щекам Отхлёстан славой, Как ветер флагом. Ты поскальнись, И лёд неровный Предстанет глазу. Споткнись, И камень безусловный Возникнет сразу. А если ты взмахнёшь руками От пыла детства, Скажи, Где мать твоя Кихана И где отец твой? И битвам, Битвами воспетой Хвалу поющей, До детской косточки Раздетой. И детством сущей Избавлен от земного плена. Надземным пленом Ты смахиваешь пыль с колена Пред поклонением. Самосветящейся заразой Единоверца, Ты сходим с тыквой пучеглазой Со свечкой в сердце. Так в прах осенний Предстоящий переселенец Ломает копья лес горящий, А крылья мельниц. Но не сыграть твоей личиной Чужих комедий, Одетый демоной овчиной, Аз, буки, веди, Пока с тобой играет в кости Пехотной миной, Или заманивает в гости Бог из машины. Всевдопророк. И посох вздыбится И прянет на царя, Замка венчального Раззявится прореха, И своеволе развяжется потеха, Треща укорами и сварами горя. Забудь, что с небом Ты когда-то был на ты, Уже вот-вот веретено Закружит пряху, Пойдет приказывать, Сбирая на рубаху Парализующую кротость немоты. И густапсовая зародеется парча, Еще неявными промоенными крови, Пророки в прошлое Вперятся на готове Перепредсказывать И шкурничать с плеча. Вторым пришествием Отмеченный недуг Пройдет дорогами Египта, Неневии, Нас могут вспомнить Небеса еще живые, Нас долго не было, Но завершился круг. Мы вровень с теми, Для которых мы вверху, Перед возможностью Исчезнуть и продлиться. Кто мог воскреснуть, Опоздает воплотиться В щете бесславия, Как в свалке на духу. Сопровождающий едва ли, Господин, Обычной радости, Любви обыкновенной. Но посох вырвется И грянет по вселенной. Уйдите все, Теперь пойду один. Если птица – это тень полета, Зная, отчего твоя рука, Провожая отпустить кого-то, Не вольна совсем наверняка. Есть такая кровь с незрячим взором, Что помимо сердца может жить. Есть такое время, За которым Никаким часам не уследить. Мимо царств прошедшие народы Листобоем двинутся в леса, Вдоль перрона, На краю природы Проплывут, как окна небеса, Проплывут замедленные лица, Вскрикнет птица, Это лист падет, Только долго-долго будет длиться Под твоей рукой его полет. Ну все. Следующим я попрошу прочесть стихи Юрия Арабова. Юрий Арабов – Очень известный поэт, Особенно в 80-е годы, Когда он выступал вместе с Ниной Искренко, Вместе с Женей Банимовичем, С тем же Ваней Ждановым, С Еременко Александром, С Алексеем Парчиковым. И Юрий Арабов, конечно, Очень известный сценарист, Написавший сценарии Всем фильмов Сокурова И другим фильмам. И автор прозы, Получавший из него премии. Юра, пожалуйста. Товарищ Троцкий, Американский шпион, Раскрыл чиновникам брюхо Финским прямым ножом. Ему не простили, И до скончания века он, Товарищ Троцкий, Американский шпион, Американский бандит, Взявший большой кредит В виде доверия, Не получив барыша, В капусту белую гвардию, Из остального шашлык. Ему не простили, И он сидит без гроша, В пыль лебедины стан, Жалко до журавлей не дотянулся, Был занятым дельтаплан. Товарищ Троцкий, Американский еврей, Мыслит, как может, Свой пятилетний план, Ладит, как может, Свой перманентный шнур. В сводке погоды он там, Где предельный шторм, Медленный ветер Принес летописцу дурь, Он закурил и не знает, Почем и что. Я не хочу к мексиканцам, Но, может, на склоне дней Я загляну в каякан, Выпью один вино И положу на могилу Русский пучок гвоздей Или гвоздик. Для распятого все одно. Истонали и дальше. Истонали в Нагваль и обратно, Я ходил, как матрос, В Сингапур. Но мне жизнь все равно Непонятна, Как фальшивая пачка купюр. Этот быт и его имманентность Не постичь и не выиграть На спор, Не понять электроновалентность И не ладится наш разговор. Нам не выпить Кубинского рома, Не пропеть нам веселый тропарь, Я не знаю, где скрылся Ерема, Я не знаю, где Ваня пропал, Я не знаю, то смерть или стужа, Я не ведаю лучшей судьбы, Чем нам лечь потрохами наружу На глазах равнодушной толпы. Что Гаузен не умер, Он просто бредит в трубах, Из крана выползает Холодная змея, Быть крепок, словно улей, Он закален на трупах, И на зубах крошится Могильная земля. Ведь наша жизнь сложилась, Как водка настоялась, Но Бог ее не любит. Наверное, он прав. И в дебрях сухожилий Есть мертвая усталость, Как в сентябре бывает На перекрестке трав. Ты вылил свою воду, Как Иоанн Креститель, Ты видел его руку, Которая мертва, Ты горную породу Долбил, как небожитель, Чтоб камень возродился Из своего нутра. Так почему ж ты стонешь, Что жизнь сиюминутна, Застегиваешь криво Несвежее пальто, Не засыпаешь ночью И просыпаешь утро И шепчешь, просыпаясь Не то, не то, не то. Ромео любит себя. Ромео, влюбленный в себя, Настоящий любовник. И вкли для него лошара, Лобачевский с последних парт, Он геометр, отрицающий многоугольник. Здесь финиша нету, Есть лишь победный старт. Джульетта любит Собственную белобрысость, Отелло предпочитает Кодаковский негатив. У них с собою инцест, Половая близость, Остальные пусть катятся, Полем перекати. У них есть надежный гуру, Кавказский Будо, Что раком древлян поставил, Это их им по делам. Ромео, влюбленный в себя, Расплачется, как Иуда, Если ему докажут, Что он мудозвон. Именно здесь зарыта Дарвиновская собака. Эволюция умоталась, Сперматозоид устал, Коль ДПС экономит металл На дорожных знаках, Ромео на Альфа-Ромео, А впереди стена. Его хоронят, как Зигфрита, В стеклянном гробу с отливом. На небе кто-то хохочет, Вдова наступает в торт, Потому что влюбленный в себя, Влюблен и в свою могилу. Она удалась и спелась, Не то что твоя задрот. Ладно, раз так быстро все заканчивается, Я вызову следующего читающего, Это поэты уже пойдут С следующего поколения, После Вани и Юры. И первым будет читать поэт, Очень известный, Один из центральных поэтов Своего поколения, Очень хорошо представленный В фейсбуке, Где он очень активно работает, Постоянно публикует свои тексты. Можно еще, конечно, сказать, Что он ответственный секретарь Премии «Дебют», Но это не самое главное его свойство. Виталий Пуханов. Я больше Пушкина люблю, Чем Лермонтова говорили, И хрен тебе, а не дурблю, Кизмраули чахахбили, Хлебнул я эти времена Убогим школьникам сполна, Могли за Пушкина побить, За Лермонтова и убить. Я сам, признаюсь, Собирался хорошим человеком стать, До Пушкина не смог достать, А Лермонтова испугался. Так поэтично умер Блок, Он задохнулся, словно рыба, Сломался, как станок, И выбыл, не нажимая на курок. И нам, конечно, жалко Блока, По литре сдвоенный урок, От смерти Блока много проку. Спасибо, Александр Блок. Гитлер мысленно благодарит за авиаудары. Давно пора снести эту помойку И построить город будущего, Думает, рассматривая макет Центра Берлина на столе совещаний. Арийская физика запаздывает с бомбой. Стоило, как сделал у себя Сталин, Расстрелять кайзеровских офицеров И их учеников еще в 1939-м, Воевать криво, но побеждать, Собрать ученых в шарашках, Не измеряя черепов в линейках, Кто их там увидит. Мягкотелая сволочь, Говорит себе Гитлер, Пожинай плоды своего прекраснодушия, Сдохни, ублюдок. Гитлер капут. Привет вам, новые советские люди. С легким сердцем Оставляю на вас страну. Радуюсь вашей нетерпимости К пережиткам прошлого, Вашей убежденности, Что человека можно перевоспитать, Вашей сплоченности и вере Слова вождей. Жаль, не застану вашей передовой науки, Передового искусства. Не увижу вас старыми разваленными, Осмеянными и оплеванными, Счастливыми наследниками Ваших тяжких трудов, Жертв, подвигов, самоотверженности. Проснется человек, Уже пенсионер, Из предрассветной тьмы, День длинный проклиная, В израненной душе Он чинит говномер, Наследство от отца, Ажурный и старинный. Присмотришься на вид, Амбарные весы, Ты свален, как мешок, И найден слишком легким, Чуть покачнется перст Железной полосы, И весь тебе ответ, Что будет суд коротким. Он пробует чинить Коварный говномер Сквозь вязкую тоску И ужас беспричинный, И в механизм сует, То гвоздь, то полимер, Жаль, где-то потерял Свой ножик перочинный. Убийцам нужны конфеты И теплые носки, Чистая постель И горячий завтрак, Свежий воздух И легкий снег, Музыкальные фильмы С добрыми героями И мудрые, понятные Книги о жизни. Для убийц нужно писать, Как для детей, Только лучше. Ты не станешь Варить кофе для убийцы, Не сыграешь Возлюбленную героиню В киноленте, Не напишешь Прекрасную книгу, А для кого же еще Столько погибло людей, Кто-то их всех убил. Мама просидела на стуле Тысячи часов, Ожидая отца. Мама верила, Что отец вернется, Если она просидит, Не вставая со стула. Не вставая, Мама варила суп, Стирала, Пришивала пуговицы, Штопала носки. Такое было время. Просто сидеть на стуле Без дела было никак нельзя. Отец не вернулся. Акция не состоялась. Мама не занималась искусством. Она так жила, Так жили миллионы женщин, Не владеющих языками трагедии, А просто садившаяся на стулья, Окаменевая не до конца, Лишь до границ чужих насущных потребностей, Теребящих безвольный материнский рукав. Именем Мандельштама Разрушаю этот дом И этот мост И этот завод Именем Мандельштама Лишаю хлеба и крова Тебя и тебя и тебя Дочь твою Отправляю в проститутки И твою и твою Именем Мандельштама Мать твою И сыновей твоих И твоих Отдаю на зарезание Именем великого поэта Убитого такими, как ты А может дедом лично твоим Ты даже имени не знаешь его Так страдай, страдай Спрашивай За что, господи? Страдай, стуха Испей чашу возмездия И приобщись Тебя пригласили Стать талисманом колледжа Прежним талисманом Был остроухий ежик Но недавно он умер Вот миска ежика Вот смешной домик С круглым проемом Теперь это все твое Безработный инструктор По гражданской обороне Специалист по организованной Эвакуации граждан К пунктам сбора Оказанию первой помощи При лучевом поражении Принципах многодневного Пребывания в бункере Гигиене БМБ-убежисть Работе с паникерами Управлению цепочками На разборе завалов По культуре массовых захоронений По восстановлению Основных общественных институтов На пузъядерной территории Вышел на пенсию И последнее стихотворение В лесу живут Заманчивые мхи Войдешь И сразу замечаешь Как молод Многообещающ Зеленый мох Растущий у ольхи Я тоже молод был И тоже мог Но был я человек Не мог Спасибо Выступить Катю Какович Прошу очень Внимательно отнестись Потому что У нее джетлет И она может заснуть Прямо посередине Надеюсь Что этого не произойдет Катя уехала В начале 90-х В Америку И Сержала там Кучу премий Сразу Редактирует журнал Преподает Два журнала Два журнала Извините Я про второй уже Был не в курсе Я стороны света И фулкрум Американский журнал Поэзии Философии Эстетики Но это все Не важно Спасибо Марк Во-первых Спасибо огромное Устроителям За Марку И Хозяевам Так сказать И Гостям За то что они пришли Называется Обращение Я извиняюсь Если я буду Немножко спотыкаться Я его писала Но не читала Обращение За синий платочек Мы более с тобой Не нытики Глядим на мир Мы однозначнее Случайные картинки С выставки Другие девочки И мальчики Уходят Литерные Длинные В пункт Основного Назначения Мы высморкались Слезы Вытерли Жизнь Прожили Прошу Прощения Но если Про любовь К отечеству Вож заливает Усколобое Я ненавижу Человечество Со всей Отчаянной Злобою Я ненавижу Его истины Его предательскую Музыку За существительные С измами Всю эту Ряженую Публику Третье Чекистские Гуляют Соколы Неонацисты С заморочками Куда жады Россию Продали Грузите Арестантов Бочками Грузите Память Стеклотарую Пускай Горит Она Сиренева За нашу Юность Окаянную За Венедикта Ирофеева Четвертое За Гумилёва И Поплавского За розы Что не будут Брошены Давай Губерния Рассказывай С просодией Во рту Никошином За то Что жить Мы будем Сызного И языком Чесать По-чёрному А ты Фильтруй Базар Бессмысленный Сказал В ответ Поэт Сдёрганный Пятое Твой Рекой Рекой Мама Восьмое Труп И заснеженной И ПЕСНЯ Спасибо. Часто очень многих ранят. И однако одновременно, мне кажется, это терапевтическая поэзия. Он уже знает, кого я позову. Это Игорь Караулов. Я не успел даже назвать. Игорь уже знает. Ну, конечно, я знаю. Конечно, я знаю. Но я не буду грузить там этим. Что вы там сказали? Терапевтическое. Да я что-нибудь такое. Более смешное, наверное, биография. Меня любит один поэт Никодим Колобков. Периодически хвалит мои писания в интернете. То блестяще воскликнет, то, как вы это делаете, риторически спросит, то оценит оригинальность моих идей. Мне льстило внимание легендарного человека, седогривого льва в нежной расшитой шапочке. А вы его что, не знаете? Мне казалось, он очень известен. Он родился в штабном роддоме группы советских войск в Германии. Когда ему было семь, его мама и папа погибли в авиакатастрофе, якобы подстроенной КГБ. Его отдали в Нахимовское училище, откуда он вышел законченным гомосексуалистом. Во время флотской службы бежал из страны, переплыв в пролив Лаверуза. Был мальчиком для услад Якудзы в борделях Якогамы. Там же написал первый венок санетов между Фебом и Фетом. Позже он был наемником в Черной Африке. Чуть не умер от малярии в джунглях бывшего бельгийского Конга. Впрочем, ничто бельгийское не бывает бывшим. В годы перестройки вновь объявился в Союзе. И тут же возглавил партию российских радикал-террористов. В 93-м по нему били танки. Он едва выбрался через канализацию, весь в дерьме и покусанный огромными крысами, мунтантами. Его «Женщина» — это отдельная песня. А то вы не знали, что у геев бывают женщины. Его первой женой была хрупкая японка. Сбежала от него к поп-идолу из Канады. Затем он женился на малавийской принцессе. Ее убил плохой человек из племени Туцци. Но главным делом его жизни всегда оставалась поэзия. В 90-х он активно печатался в толстых журналах, получил премию имени Байстрюкова за сборник стихов «Хкалепиге». 25 тысяч долларов — это и сейчас хорошие деньги. Дальше настал период глухого затворничества. Знатоки говорили, «Бездарная шелупонь захватила русский парнас». А Колобок все молчит и молчит. И его грозное молчание красноречивее их пустой болтовни. Теперь он опять что-то пишет, служит священником под Тобольском и на местном радио ведет передачу для одиноких сердец от имени своей морской свинки. Но на днях я вдруг хлопнул себя по лбу и понял, что мой Никодим Колобков вовсе не тот Никодим Колобков, а тезка и однофамилец. Он работает бухгалтером в жилконторе, его брюхо вываливается из брюк, его усы отвратительнее дождевого червя. Поездка в Анталью с женой и детьми была главным приключением его жизни. У него нет денег на любовницу, да и желания давно уже нет, поэтому поэзия его единственная отдушина. Разумеется, творения его безнадежные. Дальше сайта стихи.ру их никто не пустит. В общем, я немного расстроился и даже пожаловался своим голосам. Голос справа сказал, кем ты себя возомнил, чтобы видеть разницу? Одна душа равняется одной душе. Ты уловил целую душу, и тебе мало? Голос слева сказал, по большому счету, ибо обоим нет до тебя никакого дела. Дырка в зубе, цена на сушеные фиги, и даже голубь, танцующий на подоконнике, их обоих волнует гораздо больше. Еще есть время? Да, 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 конечно. А сколько времени? Да, я сейчас. Голливудские звезды играют Гамлета раз в год в заброшенном ангаре на окраине Ливерпуля. Гамлет Бенедикт Камбербэтч, Гертруда Тильда Суинтон, Клавдий Шон Бин, Офелия Скарлетт Йоханссон, Горацио Джейси Айзенберг, Полоний, положим, Морган Фриман, и в прочих ролях тоже известные люди. Те, кто играл весь год супергероев и суперзлодеев, сумасшедших сыщиков, вороватых любовников и пустоголовых любовниц, прокручивая в голове строки из шекспировских пьес. Зрителей нет. Одни лишь голодные мыши и старый сторож, забытый, давно рассчитанный, живущий здесь по привычке, и зябкий зимний ветер, подглядывающий то в одну щель, то в другую. Яхты, дворцы, отели, коктейли, разводы и свадьбы, пластические операции, рекламные контракты и папарацци улетают далеко-далеко за орбиту Плутона. Актеров знобит, Гамлет расчехался на монологе, но они доиграют, они упадут замертво, не раньше, чем сказано в тексте. Они дождутся своего фортенбраса, Уилл Смит, и после его итоговой реплики они обнимутся и пойдут, не дожидаясь овации в соседнюю сосисочную. Там, греясь дешевым пивом, они будут обсуждать тему, самую популярную, в этом и в каждом другом сезоне. Существовал ли Шекспир? Сам ли он сочинил эту дивную флотилию пьес? Или это подарок пришельцев, построивших Стоунхендж? Сейчас совсем последнее, совсем маленькое. Аккаунт пришлось удалить, но перед тем, до того, она в нем писала, что жизнь не стоит совсем ничего. Но был бы ее жизнью просвет на сайте, где сумрачный чат, ей встретился юный атлет, каких только в Боге родят. Атлет ей дарил жемчуга, даря надевал на копье, ее он водил на бега, за беги, за сердце ее. Олень догонял кенгуру, был вепрестремителен бег, но сердце ее лишь ему всегда доставалось навек. И феи ей пели хвалу, и пони над нею летал, и фавн наливал хванчкару, а он все платил по счетам. Но евнух один нашептал, или это дуенье было, что он виртуал, виртуал, лишь образ на глади стекла, ей под ноги зря он швырял, отрезать цветного сукна. Уйди, виртуал, виртуал, во гневе кричала она. И выпилилась из всего, и фото отвсюду сняла. Не стоит совсем ничего та жизнь, что обманом цвела. Живет она в башне одна, стена вокруг башни и ров, и в памяти погребена вся инфа, логин и пароль. Лишь бывший красавец седой от горя сошедшей с ума рыдает над тихой водой. Ты, блядь, виртуалка сама. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас пока Максим Жуков идет к микрофону. Я хочу сказать вам, что Максим на 12 лет бросал писать стихи, чего-то сторожил, занимался какой-то деятельностью, которая ему ничего не принесла. И в итоге через 12 лет снова стал писать стихи. Эти стихи ворвались просто через интернет. Их не рискуют печатать. Вы сейчас поймете, почему. Они ворвались в интернет и просто верстают все больше и больше поклонников и людей, которые с удовольствием его слушают и читают. Сейчас Максим Жуков. Да нет, я тут как-то увидел ребенка, решил мне такое не читать. Но в любом случае, значит, я такой банальный человек. То, что нравится, обычно и люблю читать. Но людям нравится, я читаю, так сказать, это удобно. Я прочту то, что читал в Питере, и заметил, что многие здесь, в Москве, из выступающих, даже вот Юрий Аравов, человек опытный, нервничают больше. Но, видимо, Москва такой город заставляет как к себе слишком ответственно относиться. Я попробую, так сказать, тоже соответствовать. Баллада. Когда с откляченной губой Чернее, чем уголь и сурьма, С москвичкой стройной, молодой, Заходит негр в синема И покупает ей Попкорн И нежно За руку Берет Я, как сторонник Строгих норм Не одобряю Это Вот И грусть, Похожая на боль Моих касается Основ И словно Паспортный контроль Обогащающий Ментов Меня Меня В моем дому Тоска берет За у дела Чтоб я в дверях Спросил жену Ты паспорт Милая Взяла? Ах, да, русский корень Наша слаб Когда по улицам брожу Я вижу тут и там Хиджаб Лет через десять Паранжу На фоне древнего Кремля У дорогих Великих стен Скорей всего Увижу я И разрыдаюсь Как над смен Нас были тьмы Осталась тьма В которой мы Уже не мы Мне хочется Сойти с ума Когда домой Из синемы Шагает Черный силуэт Москвичку Под руку ведя Как говорил Один поэт Такая вышла Запиндя Что запятой Не заменить И сокращая Текст на треть Москвичку Хочется Убить А негра Взять Да пожалеть Как он Намучается С ней Какого Лиха Хватит И В горниле Расовых страстей Бесплодных Споров Посреди Скинхедов И оприч Средь Понуканий Бесперечь Он будет Жить Как черный Сыч И слушать Нашу Злую Речь К чему Зачем Какой Ценой Преодоленного Дерьма Мой Негр С беременной Женой Белее Чем Русская Зима Поставив Накануне Штамп В цветастом Паспорте Своем Поймет Что значит Слово Вамп Но будет Поздно И потом Дожив До старческих Седин Осилив Тысячи Проблем Не осознав Первопричин Он ласты Склеит Прежде чем Не фунт Изюму В нефилях Как на духу Как по конве Напишет Правнук На полях Я помню Чудное Мгнове Значит Ну вот Марку Нравится Закат в Кемерии Над городом Пыль Скрывая Похмельную Робость Сойди На платформу Себя Пересиль И сядь На вокзале В автобус За окнами Переместятся Дома И перекупавшийся В море Курортник От скуки Сошедший С ума Пройдет Через двор В санаторий И свет На домах Как пришедший Извне Как будто Описанный В сказках Блуждает Огонь В голубой Вышине Среди Переулков Татарских И пригород Тот Что являлся Во снах Покуда Ты значился В списках Мелькнет За окном Исчезая В потьмах В пологих Холмах Кемерийских Отсюда Твоя Начинается Быль Ни чести Ни славы Ни денег Лишь ходит По степи Волнами Ковыль Устойчивый Крымский Эндемик Как будто С отчизной Не порвана Связь И только С годами Крепчает И та Что тебя Так и Не дождалась Стоит На перроне Встречает Как будто Бы ты Не погиб На войне А вышел Как все Горожане На свет Где огонь Разгребают Во тьме Татарские Дети Ножами Ну и такое Очень-очень раннее Стихотворение Такое Тут еще Телеграф Упомянут Начало 90-х Море Ну и про Любовь Я молодой Был Хочется Плюнуть В море В то Что меня Ласкало Не потому Что горе Скулы Свело Как скалы А потому Что Рифма Кум Королю И принцу Если Грести Активно Можно Подплыть К эсминцу Или К подводной Лодке Если Она На Рейде Можно Сказать Красотке Поговорим О Фрейде Если Она На Пляже Ляжет К тебе Поближе Море Без Шторма Гаже Лужи Навозной Жижи Шторм Это Шелест Пены Пробки Щипа Окурки Волнах Плывут Сирены Лезут В прибой Придурки Мысли В мозгу Нечетки Солнце Стоит В зените Даже Бутылку Водки В море Не охладите Кожа В кавернах Линьки На телеграфной Феньке По телеграммной Синьке Мамочка Вышли Деньги Между Пивной Направо И шашлыком Налево Можно засечь Сопрано Глупого Перепева Или Эстрадной Дивы Или же Местной Леди Словно И впереди Вы Слышите То Что Сзади Роясь В душевном Ссоре Словно В давнишних Сплетнях Даже Когда Не в ссоре С той Что Не из Последних Сам За себя В ответе Перед Людьми Богом Думаешь О билете Поезде И о многом Связанном В мыслях С домом Как о постельном Чистом В горле Не горе Комом Волны Стоют Со свистом Море Простор Прибоя В небе Сиротство Тучки Нас здесь С тобою Двое Мне здесь С тобой Не лучше Вот видите Как в начале 90-х было Сильное влияние Бродского Наверное По стилистике Чувствуется Ну и Я уже Все-таки Поменьше Как всегда А значит Ну на прощание Тоже такая Небольшая Зарисовка Где подрались Скинхэт И хачик Из-за чего Пойди Спроси Там уронила Таня Мячик Когда Платила За такси А ей Налили Полстакана А ночка Темная Была Она Запела Про Ивана Но все же С хачиком Пошла Теперь я Или Или представлено то, что можно назвать поэзией мысли. Мысли о том, какое место, я это место называю невозможным не местом, так какое место занимает современная поэзия в ситуации посткапитализма. В ситуации, когда большинство проектов цивилизационных, модернизационных, глобалистских, культурных, политических и так далее переживает глубочайший перманентный кризис. И, соответственно, меня интересовала та поэзия мысли, которая обнаруживает себя за пределами языка, речи, истории, мифа, утопии и, собственно говоря, даже человеческого. И сейчас я хочу пригласить одного из ведущих американских поэтов, представителя школы языка, Чарльза Берстына. Пожалуйста, Чарльз. И мы будем... Чарльз прочитает три стихотворения, одно из которых мы прочитаем строчка за строчкой, то есть строчка на русском, строчка на английском, а затем Чарльз прочитает два стихотворения только по-английски, и вы увидите, что они не нуждаются в переводе, особенно говоря, сам утверждают, констатируют невозможность самого перевода. Итак. Стихотворение называется «В день выборов 4 ноября 2008 года», и первая строчка. Я слышу, как рыдает демократия в день выборов. The streets are filled with brokered promise on election day. Улицы полны сложными обещаниями в день выборов. Мертвецы дают волю ярости в день выборов. Брат мой сокрушен горем в день выборов. Сестра занялась стиркой. В день выборов. Slowly I approach the voices dark on election day. Медленно приближаюсь к голосам тьмы в день выборов. The men prepare for dying on election day. Люди готовятся к смерти в день выборов. The morning hush defends its brood on election day. Утренняя тишь защищает свой престиж в день выборов. So still, so kindly faltering on election day. Так тихо, так по-доброму подставляют в день выборов. On election day, the cat takes tea with the marmoset. В день выборов кошки пьют чай с мартышками. On election day, the mothers refuse her milk. В день выборов мать воздержалась от питья молока. On election day, the frogs croak so fiercely you would think that Mars had fallen into Earth. В день выборов лягушки так яростно квакают, словно Mars упал на Землю. On election day, the iron man meets her frozen gasp. В день выборов железный человек угодил в ее ледяные объятия. The air is putrid, red, interpolating quixotic, torpid, vulnerable. On election day. Your eyes slide on election day. Still the mourners mourned, the weepers wept. The children sleep alone in bed. On election day. Все равно скорбящие скорбят, плачущие плачут, дети спят в одиночестве. No doubt, a comet came to see me, fiery and irreconciled, torrid, strummed. On election day. On election day, the trespass of the fatuous alarm and ignominious aspiration fells the golden leap to girdled crest. В день выборов посягательство слабоумной тревоги и постыдных чаяний свергает золотой прыжок в опоясывающий гребешок. The tyrant becomes prince on election day. Тиран становится принцем в день выборов. The liar lies with the lamb on election day. Лжец возлежит сагнцем в день выборов. The last shall be the first and the first sent to the back of the line on election day. Последние будут первыми, а первых отправят в конец очереди в день выборов. The beggar made a king on election day. Нищий стал королем в день выборов. Let him who is without my poems be assassinated on election day. Да будет тот, у кого нет моих стихов, умер шлен в день выборов. Let he who has not sinned, let him sin on election day. Пусть тот, кто не грешил, согрешит в день выборов. The ghosts wear suits on election day. Призраки носят костюмы в день выборов. On election day sulfur smells like beer. В день выборов серо пахнет как пиво. On election day the minister quakes in fear. В день выборов министр дрожит от страха. On election day the pole and the Jew dance the foxtrot. В день выборов поляк и евреи пляшут фокстрот. On election day the shoe does not fit the foot. The bullet misfires in its pistol. The hungry waiter reels before steadying himself on facts. В день выборов туфли малы, пистолет дает осечку, голодный официант шатается, пока не обретет опору в фактах. The grid does not gird the fiddler on election day. Решетка не предохраняет скрипача на крыше в день выборов. Галоши and tears on election day. The sperm cannot find the egg on election day. Сперма не может найти яйца в день выборов. The drum beat becomes birdsong on election day. Барабанный бой становится птичьим щебетом в день выборов. Чувствую, что кошмар кончается, но никак не могу проснуться в день выборов. I feel like a nightmare is ending. But I can't wake up on election day. Я хочу сказать, что перевод принадлежит Яну Пропштейну. Ян Пропштейн перевел большой корпус стихотворений Чарльза. И пока этот перевод не опубликован, и сегодня мы еще немного с Чарльзом его редактировали, поэтому у нас возник небольшой сбой в начале. Но я надеюсь, что этот перевод будет вскоре опубликован. То есть это первое исполнение, собственно говоря, в этом варианте. И сейчас Чарльз еще прочитает два стихотворения без перевода. Морали. 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 I don't need to hear, don't need to hear, don't need to hear, don't need to hear, hear all, 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 hear all, hear all, hear all that extra stuff, hear all that extra stuff, I don't need to hear, don't need to hear all that extra, all that extra, all that extra, all that extra stuff, all that extra stuff, so that, so that, so that, so that, so that's it, that's it, so that's it, it, that's it, so that's it, I don't, I don't, I don't, I don't need, I, 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 I don't need, I don't need, I don't need, to hear all that extra stuff. It's, it's, it's your, it's your, it's your fucking fault. It's your fucking fault, your fucking fault. It's your fucking fault. And this last short poem needs no translation. It's called Johnny Cake Hollow. So swollen, swacked, und miri, fluped, sardun to fligren, swam. Ort germy plate, ort garvey swate, id gibben der's urk, klerpf. Schleb booty's blur, da daisy do, dun frupi giggos glai, jud crylofame, jud jimsy's kak, exant erdobel fump glier. Eb hoore boot, ig ore sweep, net nisp, nep ad, nep guan. Schlep atzem imba outzi berft, alapi murp av ord. Ein ainsley swish, ein ainsley splup, ugal stepdolster flug. Ig ars un nimbit trul big group. It ugers quake ag blur g, 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 g. Thank you, Charles. Now I want to welcome Alexander Skidana. No, 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 no. Odinoce. Odinoce. Проделывай дыры даже в стене безумия. Приравняй штык к Перу и отправь в Перу бойца с вестью благой, годен к нестроевой. Как колумбийский картель, как молотого коктейль, по арабелым грянь, выйди за грань. Там в Альеха Сезар отворил Сезам и на камне Сем воздвиг три девять сел. А как спустился в забой, так ушел в запой. Осип, Ахрип, Архип, Осип, русский иврит, как спирт горит. Печуга в фортке поет, все ушли на фронт. А наш Иосиф щец погуще просит. В охра и тать ему исполать. Мол, охра и медь не имут смерть. Летит черный герольд в его огород. Приравняй штык к Перу. Не мечи икру из широких шалевар. Двоих несет боливар. И как косой дождь идет с косой друг и вождь. Из цикла «Когнитивный капитализм». Это как стена дождя или стена новостей. Когда ты мелом крошась, как если б мир покачнулся, и его еще можно было спасти только таким образом, крошась. Но мир — это и есть стена новостей, в которую вмурован твой мел. Камни речи обтекают словарь ничто. У тебя их за пазухой семь, во рту девять. Опорью сопровождает люсис развязывания, решения. Когда решишь развязать узел жизни, скажи. Я спускался в метро, я видел бездомный с мешком полиэтиленовым на голове, с мусорным кляпом во рту, подобно мумиям в мавзолеях внутриутробного сна, разграбленным могильником братства, вставлены в стеклопакеты пренатального театра, лентой эскалатора, уползающей в гулки туннель агонизирующего зрачка, разрезаемые на равные доли неравенства в распределении гниющих нимбов, где колб дневного накаливания, волокна из драконьих зубов выковыривает двужильная ночь проводом обесточенным, пропущенным через намоленную культю точечной помощи гуманитарной Creative Industry с красным крестом на борту и кусочек из частичных объектов. Также чужд знанию совершится поистине, тает в свете обычного дня. Вы, соловьи, начните, и здесь слезой их имя, имена, автоматизм повторения в этой части, как женщина извергнет мертвецов. Он однажды сказал, первичная сцена, хорошо темперированное вытеснение, два бога в одном, ценность метонимии, апофрадес, они поют, они поют, мир есть совокупность фактов, содрогание, неизъяснимая дрожь, оцепенелое беспокойство, подстрочный перевод последней страфы, истощение процедуры, выучивает язык, избыточная фигура поэта, однако оба движения морфосинтаксические единицы, кроме того, так понимаемая культура, опять-таки подражание, бежит на качели, ловит, салит, трясет и не бьет стекла в соответствии с тоской обитателей гор, внутреннее склонение, метрическая система, эфоническое сгущение, все, что остается от выдохшегося высказывания. С гор приносила поздний пешеход, эпиграфы на золотых престолах, ноги души над рекой, дизюнкции, плеоназм, реликты мира, фантазия, окаменелость, застывшие формы, утонченность в изображении частичных объектов, ироническая утопия, мертвенная идиллика, пепел на рукаве старика, внезапное озарение. Может быть, вопрос в степени действительно показаться? Не будет ли чрезмерным спросить? Во всяком случае, согласно эстетике, тем не менее, следует ли нам сожалеть, готов поверить, все, что он пытался сказать, вы ничего не забыли? Если мои воспоминания об искусстве точны, выражать нечего, выражать нечем, нет желания выражать, впрочем, говоря логически, никакая, так как все-таки между тем ввиду недостаточности в то же время иными словами, соответственно, в сущности, конечный саловарь из числа красных шаров, какова бы ни была экономическая угроза, они говорят, они говорят. Учреждение геометрии, семеозис и так далее, подобно тому, декодированные потоки, децентрированный субъект, будешь залупаться, убьем, они говорят, они говорят, кризис метаповествований, последовательно, мимолетная мысль, я пропадаю, я гибну, кто они, эти люди, в черных плащах. Спасибо, Саша. И я хочу пригласить Евгения Асташевского, американский поэт, работающий в Нью-Йоркском университете, живущий в Берлине, преподающий в Париже и родившийся в Ленинграде. В таком порядке. Женя сейчас прочитает тексты из книги «Жизнь и мнение» Джея Спинозе. Книга была издана в 2008 году нью-йоркским главным независимым издательством «Аглида Клинпресс. Гадкий утенок». И в 2016 году, благодаря Дмитрию Кузьмину, она была издана в Латвии. И переводчик книги известный латышский поэт, член группы «Орбита» Александр Заполь. К сожалению, его сейчас нет с нами, поэтому Евгений прочитает и английский, и русский тексты сам. Значит, первая вещь называется «Джей Спиноза talks to Flipper». «Флиппер — это такой дельфин». «Спиноза диджей, потому что диджей спин». «He walks around, walks around, диджей Спиноза. He looks like a circle from which sticks out a snorkel. He says, «Hey, Flipper, you're next in line for the French throne, for your directions aren't overthrown by the element they swim in. You almost talk, whereas I sit under infinitesimal pieces of glass. Instead of doing philosophy, if I were a rich man all day, I would titty-titty-dum, for the order of titty-titty-dum repeats the order of things. I know it is so. Look, a cow flies, a fly cows, a rat larks, a lark rats, but a dog dogs, a bug bugs. All sorts of things are happening in a bayou». Джей Спиноза беседует с Flipper. Он ходит около, ходит около, диджей Спиноза подобен кругу с дыхательной трубкой. Он говорит, «Hey, Flipper, ты следующий на французский трон. Раз твой вектор не обращен стихиями, где он плывет, ты почти говоришь, так как я сижу под бесконечно малыми осколками стекол вместо того, чтобы философствовать. Если б я был султан, я бы имел пара-па-па-пам. И раз порядок, пара-па-па-пам повторяет порядок вещей. Есть знак, что это так. Смотри, конь рысью, рысь конем, жучка бычится, бык жучится, но дожил док и выпьет выпь в каждом болоте своя кикимора. Remember the cogito. Cogito – это, естественно, cogito. Название – это когда американцы захватывали Техас. Значит, первый инцидент был. Ну, кучка пьяных захватила какую-то деревню, их оттуда выбили мексиканцы и всех убили. И потом по стране пошел клич Remember the Alamo. Поэтому здесь Remember the Cogito. Now the Lord God said to DJ Spinoza, Baruch, are you there? And DJ Spinoza replied to the Lord God, Here I am. Baruch, How about you be my mirror? Mirror. But God spelled backwards reads dog. Don't be so literal. Tell me something nice about myself. Tell me I exist? You exist. No, say it like you mean it. Why are you so needy today? Is everything all right? I was just thinking, if I really am absolutely transcendent, that I don't exist at all. Do I? But Lord, remember the Cogito. If you think you don't exist, you exist. Yeah, I guess so. Now the Lord said to DJ Spinoza, Baruch, and DJ Spinoza replied to the Lord God, Here I am. God, are you sure? I mean, your argument, it's not just verbal, is it? Does it really apply? In as much as anything applies. God. But nothing really applies. Does the word dog apply to dogs? Ask yourself that. DJ Spinoza, does the word dog apply to dogs? God knew. DJ Spinoza, I can't tell, shall we test it? DJ Spinoza walks over to Yasha. Yasha! Yasha! Yasha wakes up. Yasha! Dog! Dog Yasha! Dog Yasha! Dog Yasha stares incomprehendingly. God, you see? And he says, God God, DJ Spinoza, Baruch, you are there? And he says, DJ Spinoza, God God, I'm here. Baruch, how about that, to be my mirror? You are mirroring, but you are in the other way, you are in the mirror. God! Who? God, so it's dog. Don't be so буквally. Say something nice about me. 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 You exist? You exist? No. Say something nice about me. You are in the mirror. What are you doing today? You are in the mirror? I just thought, if I'm in the mirror absolutely transcendent, then I don't exist anymore. Yeah? But, God, remember, if you think you don't exist, you are in the mirror. You are in the mirror. And said, God God, DJ Spinoza, Baruch, and said, DJ Spinoza, God God, I'm here. God God, you are in the mirror. I want to say your argument. It's not poo, or it's not part of this Bergman, or it speaks to you. God, it's not Ara mala. But what a real, not a real look. Of course. It's a thing, is so nice, I have to say something so. Put it place that it works for example? Says it continues? For example, I am not going to know. It looks like one word that is no них is that He is Alysa! He is He is Яша, собака, собака, Яша, собака, Яша, собака, Яша таращит глаза, Бог, вот видишь? И сейчас я прочту вещь, которая не была еще переведена, потому что книжка только что вышла по-английски, она называется The Pirate Who Doesn't Know the Value of Pi, Пират, Который Не Знает Значения Пи, и вся книжка, в принципе, об отношениях пирата и его попугая, то есть, грубо говоря, на браке. И в какой-то момент есть место, где они идут на абордаж, а потом идет целая серия разных песен в разных стилях. Ну, если... Тут английский очень сложный, поэтому, если сложно, то, ну, воспринимайте как зам. Пи-с-пират. How many pirates does it take to calculate the value of pi? Five-с-пират. I don't know about a party. East-пират. Yo, Ганна, what you got that smoking? Пи-to-the-Eф, Пират. Eyes on the prize. Party with the pie, parrot-pluckers. Cannon drums. Who's that Chewbacca doing handstands on the cap stand? Who's hopping on the peg leg saying, you know I don't abstain? Who's drumming up the rumbut? Why, it's the uncaptain. The poop deck's like a letter. It's got the stamp on. It's a pirate party. It's a pirate party. So shake your booty. Never mind the groundwork for the metaphysics of morals. Shimmy with your scimitar and on quarrel some quarrels. You're all so handsome, you'll get a big ransom. If it's all hands on deck, they'll raise an insane storm. Scratch blunder off your blunder bus. It's no blunder to plunder. The wheels on this bus are going rounder and arounder. Wave your bus in the air. It will get you anywhere. The passengers are panicking to pay their fare. Like Ralph Cramden and Ed Norton. You might come from Camden, but you'll get into the Norton. It's a pirate party. It's a pirate party. So shake your booty. It's a pirate party. It's a pirate party. Leave duty in Djibouti. Somali pirates of the Caribbean got nothing on me. Even when I'm peeing, I'm being ornery. I calculate the value of piasters like Mitt Romney. I climb the frigate rigging, bringing the triggers on me. Bullets are like boarding and that they don't bore me. I dispel boredom at board meetings saying, hello, board members, care to walk the plank? I want to say thank you to you for your support of my disboarding ashore with your offshore hoarding, for bank rolling the rolling I do after porting, for adding the ding to the fun I have, cavorting. Your boarding school had your reporting on importing and exporting, but my boarding school was no frills at when major was boarding, and I got magna cum laude in the crowd of rowdies. I'm the rowdiest. I appear and disappear so fast they call me the quantum pirate. Yo, it's the max plank. I walk because you know I'm so maximum. I eat of crystal plates placed next to a chrysanthemum. I'm full of stratagem. Parrots think I'm a total gem. And cockatoos skipping double dutch without slipping. Coo, I'm most likely to disrupt international shipping. It's a pirate party, it's a pirate party, so shake your booty. It's a pirate party, it's a pirate party, leave duty in Djibouti. It's a pirate party, it's a private party, put on tutus, you're looting, good. Спасибо, спасибо, Евгений. Спасибо, Евгений. И сейчас я хочу пригласить Полину Борскову. Она преподает в Амхерсте, выпустила 9 книг-стикотворений. И сейчас предмет ее исследования, изучений – это поэзия ленинградской блокады. И недавно как раз в Нью-Йоркском независимом издательстве, который я уже упоминал, я выпустила книгу и Евгения, и Александр Скидан, и мою, это «Аглидаклин Пресс». Недавно в издательстве «Аглидаклин Пресс» буквально только что вышла антология, билингвиальная антология поэты ленинградской блокады, как раз подготовленная Полиной Борсковой. В частности, Евгений Асташевский принимал активное участие в переводе и подготовке этой книги. И одной из проблематик поэзии Полины Борсковой также является проблема невозможного проговаривания непроговариваемой травмы блокады. Спасибо. Я хочу сказать, что я привезла немножечко книг с неподцензурной поэзией блокады, и они будут здесь продаваться на выставке. Альянс независимых книг и торговцев. Вот. Я прочитаю два сочинения из вот такой книжки, которая у меня ужасная. Мне кажется, она ужасной красоты. Она называется «Воздушная тревога». Это набережная Брайтон-Бич, одно из самых тревожных мест на Земле. Это стихи об истории, о моем понимании истории. Сначала я прочитаю такое. Во время конференции шли разговоры, и поэты говорили о том, что стихи должны быть в рифму или не в рифму, должны быть благозвучны, или должны запоминаться, или должны забываться. Мне кажется, все это совершенно все равно. Вот. Беседы мне эти удивительны. Первое стихотворение. «Солнечное утро на площади». Еще вчера мое сырое тело взрывалось, волновалось и хотело. Теперь оно, как листик, как листок, на поезде спешит на Белосток. Там сорок первый или тридцать девятый. Там страхом все обложено, как ватой. В коробке новогодние шары. Там живы. Там живы все еще. Еще жары. Все обсуждают ранние явления. И на столбу читают объявления. Явиться всем на площадь в шесть часов. С собой иметь двенадцать штук часов. С собой иметь двенадцать гонщих псов. С собой иметь заслонку и засов. Все в городе молчат и говорят. На площади встречает их солдат. Во лбу сияет свастика. Горит во рту звезда. Но он не говорит. Куда девать нам псов за сов часы? Колени наши влажны от росы. Горящих листьев полны наши рты. Зачем мы здесь, солдат, с тобой на ты? Солдат внушает им. Здесь будет цирк. Вам чудеса предложит наш царек. Солдат вальяжно им. Ох, будет крик. Хистория навяжет вам. Урок прощения превращения в семь часов. Раздастся лай и грохот гонщих псов. Уже к восьми свобода и отбой. Когда умрешь, скажи, пойду с тобой. Следующая вещь называется «Воздушная тревога». Я работала на некоторую переписку одной семьи, семьи Миллеров. Я решила написать стихи об этой работе, о публикаторской работе. Тут есть какая-то своя система. А я постараюсь ее как-то озвучить. Собственно, бабушка, отец и дочь находятся в переписке. «Воздушная тревога». Ну, кому письмо, пляши, пляши. Кому письмо, дыши, дыши. Кому письмо, пиши. Штемпель. Возвращено. Вращено. Враще. Выбыл. Был, 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 был. Доставить невозможно. Не. Откровенно говоря, меня беспокоит твое молчание. Уже десять часов, уже десять лет, уже, в треугольных скобках, пропущено лет. Твое молчание тревожит меня. Первое. Таточка. Пишет себе твой папочка. Ты на сердце моем, латочка, ласточка. Какой сегодня день? День сегодня. Здесь каждый день. Сегодня. Вчера, а не от завтра. Помещаюсь я сейчас с одним военным. Помещаюсь я сейчас с одним военным. Помещаемся на одном отделении Нар. Он внизу, а я наверху. Человек он неплохой. Каждую ночь он кричит на непонятном языке. Сначала я удивлялся. Пытался хоть угадать языковую группу. Теперь, ты знаешь, я грущу. Я томлюсь. Ночью мне кажется, что это секретное сообщение. Если бы я смог его разгадать, я бы узнал. Когда увидимся мы с тобой. Деточка, что сказать тебе еще? Лечу свои зубы. Скоро мне будут делать железные из нержавеющей стали. Так что скоро буду с остальными зубами. Смогу грызть железо. А как у тебя обстоят дела с зубами? Береги их, детка. Не запускай. Маленькая тата. Это я, твоя бабушка, большая тата. Бабушка, бабочка, бабушка-бочка. Помнишь, как на варикозных своих колоннах Семенила я за тобой втоль сада. Как ты стеснялась, смеялась меня. Притворялась, что ты сама по себе. Вот теперь ты вправду сама. Я сама здесь, в саду. Папа твой заболел и уехал недавно. Люди перезванивались и спрашивали, Как ваше здоровье? И только слышали, тот заболел, Та в больнице. Все понимали, что это значит. Папа твой заболел и уехал недавно. А раньше, когда он еще не уехал, Помни, пожалуйста, Помни, пожалуйста, Как мы втроем ходили собирать желуди. Единственное сохранившееся письмо Девочке Таты, Почему-то не отправленное. Милый, любимый, Пунешенька, Я их спрашиваю, где я? Они говорят, это село Емуртла. Я их спрашиваю, Кто я? Они говорят, ты выковыренная. Откуда? Они не отвечают. Они отворачиваются. Я их спрашиваю, что есть у меня? Старое бабушкино платье и карандаш, Ботинок и мыло и конвертов, К сожалению, больше нет. С сегодняшнего дня Остается 12 месяцев и 8 дней Ждать встречи с тобой, Любимая дочурочка, Любимая дочурочка, доченька. С сегодняшнего дня Остается 10 лет. Меня судили И дали еще 10 лет. Девочка, 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 Старый срок, который я уже отбыл, Не в счет, я кончаю письмо, Кончается бумага, Кончается коптилка, Скорей бы прижаться друг к другу, Не отрывая от себя. А когда они вошли в квартиру, Она была еще даже не разграбленная. И бабушка сидела полусумасшедшая, Полуживая девочка, Не отрывай меня от себя. Спасибо. Спасибо, Полина. К сожалению, мы должны торопиться. И сейчас я хочу представить, Собственно говоря, Последнего участника панели диалоги. И вот завершает наше сегодняшнее чтение Ванесса Плейс. Американский поэт, Издатель, художник, Адвокат, активист. Фигура, пожалуй, Может быть, наиболее обсуждаемая, Дискуссионная. Они ведутся постоянные споры. В американском контексте Ванесса исследует соотношение Между языковой и постязыковой поэзией, Между феминизмом и постфеминизмом, Между концептуализмом и постконцептуализмом. И вот мы решили читать следующим образом. То есть сначала я прочитаю Те фрагменты, которые Вот я сам выбрал Из перевода Одного из перевода Ванессы, сделанного Петербургским медиатеоретиком И поэтом Натальей Федоровой. Это вот буквально два абзаца. И затем Ванесса Будет читать только по-английски И представит, собственно говоря, Свою собственную манеру, Свою технику чтения, перформанса. Итак, сначала я прочитаю Фрагмент из Манифеста ОПУМ. ОПУМ расшифровывается Следующим образом. Это общество полного Уничтожения мужчин. И вот эти тексты Ванессы, они, по сути дела, сконструированы По принципам визуального искусства. Сделаны как рейди-мейды. Это вот алиаторные коллажи Из различных цитат Из феминистских и постфеминистских текстов. Например, из текстов Валерии Саланс, Симоны Дебуа, Анжелы Дэвис. Но слово «женщина», Некая гендерная терминология Связанная женщина. Слово «женщина» Поменено на слово «мужчина». Итак, мужчина – Абсолютный эгоцентрик, Запертый в себе, Неспособный на сопереживания Или отождествление себя с другими, На любовь, дружбу, Влечение или нежность. Он является абсолютно Изолированной единицей, Неспособный на взаимоотношения С кем-либо. Его реакции направлены внутрь, Они не относятся К мыслительным процессам. Его разум – Просто инструмент Для обслуживания Собственных страстей И потребностей. Он не способен К полету мысли, Обмену идеями. Он не соотносит Себя ни с чем, Кроме собственных Физических ощущений. Он полумертвая, Ни на что не реагирующая масса, Неспособная давать Или получать удовольствие Или счастье. Соответственно, Он в лучшем случае Абсолютно скучное явление. Безобидное пятно, Поскольку только те, Кто способны воспринимать И принимать других, Обладают очарованием. Он застрял на полпути В сумеречной зоне Между человеком и обезьяной, Но гораздо хуже обезьян, Поскольку, в отличие от них, Способен испытывать Множество негативных чувств. Ненависть, ревность, позор, Отвращение, вину, Стыд, сомнения. Более того, Он осознает, Что он такое И чего ему не достает. Так же, как люди Имеют преимущественное право На существование перед собаками, В силу того, Что они более развитые И обладают высшим сознанием, Мужчины имеют преимущественное право На жизнь перед мужчинами. Уничтожение любого мужчины Таким образом является Хорошим и правильным действием, Весьма выгодным для мужчин, Равно, как и актом милосердия. Неучастие в системе Не решает вопроса, Решает только раздалбывание ее. Спасибо за правильное действие, Если я подкручу If I point to the top объект Here, Indicating, What is that? Okay, And if I ask the little boy Here in the red shirt, What is that? And the little boy says, It's a bear. Is that true? Or is it a lie? Okay, And then what if I ask The little boy here In the left, In blue, Hey, Is that a bear? And the little boy says, No, that's not a bear, that's a book. Is that true or is it a lie? Okay, now if the little boys then go to court like here where there's a judge and the little boy in the red who said the truth that it was a teddy bear says the truth, does something bad happen to him or something good happen to him if he tells the truth? Okay, and what about the little boy in blue who lied who said it wasn't a bear, it was a book? Is something bad going to happen to him? For a long time I have hesitated to write a book on man. The subject is irritating, especially to men and it is not new. Enough ink has been spilled in quarreling over masculinism and perhaps we should say no more about it. It's still talked about, however, for the voluminous nonsense uttered during the last century seems to have done little to illuminate the problem. After all, is there a problem? And if so, what is it? Are there men really? Most assuredly, the theory of the eternal masculine still has its adherents who will whisper in your ear even in Russia, men are still men. Another erudite person, sometimes the very same, say with a sigh, man is losing his way, man is lost. One wonders if men still exist, if they will always exist, whether or not it is desirable that they should exist, what place they occupy in this world, what their place should be. But first we must ask, what is a man? Toto homo in testes says, one man is a testes. But in speaking of certain men's connoisseurs declare that they are not men, although they are equipped with a scrotum like the rest. All agree in recognizing the fact that males exist in the human species today. As always, they make up humanity. And yet we are told that masculinity is in danger. We are exhorted to be men, remain men, become men. It would appear then that every male human is not necessarily a man to be so considered. He must share in that mysterious and threatened reality known as masculinity. Is this attribute something secreted by the testes or is the platonic essence a product of the philosophic imagination? Does the word man then have no specific content? Surely man is like man, a human being, but such a declaration is abstract. If his functioning as a male is not enough to define man, if we decline also to explain him through the eternal masculine, and if nevertheless we admit provisionally that men do exist, then we must face the question, what is a man? Life in the society being at best an utter bore and no aspect of society being at all relevant to men, there remains to civic-minded, responsible, thrill-seeking males only to overthrow the government, eliminate the money system, institute complete automation, and destroy the male sex. The male is completely egocentric, trapped inside himself, incapable of empathizing or identifying with others of love, friendship, affection, or tenderness. And moreover, he is aware of what he is and what he isn't. Being an incomplete male, the male spends his life attempting to complete himself, to become male. The male claims that males find fulfillment through fatherhood and sexuality reflects what males think they'd find fulfilling if they were male. Men, in other words, don't have penis envy. Men have dick envy. Life in a society made by and for creatures who, when they are not grim and depressing, are utter bores, can only be, when not grim and depressing, an utter bore. The elimination of any male is, therefore, a righteous and good act, an act highly beneficial to men, as well as an act of mercy. Scum will destroy all useful and harmful objects, cars, store windows, great art, etc. Scum, then, will consist of recruiters, the elite core, the hardcore activists, the fuck-ups, looters, and destroyers, and the elite of the elite, the killers. Dropping out is not the answer. Fucking up is. You, 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 you. Ю, Ю, Ю. Субтитры сделал DimaTorzok